И что хуже всего на нас черные платья, костюмы, нет платья, потому что мы вдовы, которые вышивают, делают мандариновый ликер и говорят о футболе. Это кошмар. Если бы кошмар, это трагедия, настоящая трагедия. Куда ты? Пойду подышу воздухом. Подожди, пойдем вместе. Отстань. Подожди. Мне кажется, ты сделаешь какую-нибудь глупость. Подожди. Подожди, я сказал. Нет, только не это. Франко, это ты? Да, мама, я с Фабио. Садитесь. Сеньора, я уже все расставила. Спасибо, Луиса, можешь идти. Я устроила семейный ужин, чтобы немного сгладить шероховатости и поговорить о том, что волнует каждого из тех, кто живет в этом доме. Мне очень жаль, что нет Морены. И я благодарна Елене за то, что она к нам присоединилась. Не хватает еще одного человека, мама. Что? Насколько я знаю, все здесь. Луиса. Да, сеньор. Скажи сеньоре Мелине, что ее ждут за столом. Луиса. Эта женщина не сиреню. Она не должна здесь быть. Если исходить из этого, Мерседес тоже не должна быть здесь. Извините, я думала, меня пригласили. Оставайся на месте, Мерседес. Я решаю, кто имеет право быть за столом. Мелина его не имеет. Похоже, мое присутствие за этим столом продлится недолго. Если ты будешь говорить с таким авторитаризмом, я уйду. Я думал, мы поужинаем спокойно. Мелина, еще одна жертва Рэнса Чаморро. И все знают, что она рискует так же, как и я. Или вы забыли, что меня похитили, чуть не убили. Как вы можете так пренебрегать жизнью женщины, которую похитил убийца? Не знала, что ты такой гуманный, Альдо. Ты не перестаешь меня удивлять. Скажи, ты можешь доказать, что Мелина заранее не знала, за кого она выходит замуж? По ее поведению не скажешь, что она наивная девушка. Или мы должны догадаться о твоих истинных намерениях в отношении этой женщины. Если разговор принимает такой оборот, мне придется увести Матео из-за стола. Извини, Элена. Кажется, я переборщила. Как всегда. Как всегда. Я хотел воспользоваться случаем и задать тебе вопрос, Франко. Я постараюсь тебе ответить. Да, мы ведь разговариваем. Мне интересно, почему ты так стараешься посадить меня за решетку? Клянусь, я не понимаю. Если человек любит... Он верит, но он тебя любит. Ты сама сказала, что видела в его глазах любовь. Да. Это сбивает меня с толку. Это самое обидное. Я чувствую, что его самолюбие намного сильнее его любви. Морена, подожди. Когда он сдал анализы, чтобы доказать, что он сирене, и результат был отрицательным, ты ему не поверила? Нет. Неужели он мстит? Нет, не выдумывай. Он не мстит. Значит, он меня не любит? Не любит? Не любит? Я ничего не имею против своего брата. Я хочу знать правду. Я не обязан верить во все версии, которые до меня доходят. Я хочу узнать правду, но сам. Хорошо, но ты не ответил на мой вопрос. Я тебе отвечу. Если человек поступает плохо, он должен убедиться, что его не видят. А ты совершил ошибку. Давайте говорить аргументированно. Если каждый, кто сидит за этим столом, будет обвинять меня во всех грехах, я встану и уйду. Я тебя видел. Мне было три года. И я тебя видел. Трехлетний ребенок не понимает того, что он видит. Научно доказано, что по мере того, как человек растет, он что-то придумывает. Я знаю, что видел. Я знаю, какого терпения мне стоит тебя выносить. Из-за тебя моей дочери нет за столом. Из-за тебя моя дочь страдает. И, возможно, уедет из страны. Перестаньте. Давайте поужинаем спокойно. И доставим маме удовольствие в ее желании хоть как-то решить проблемы семьи. Альдо, мне бы очень хотелось, чтобы расследование избавило тебя от всех подозрений. Это правда. Потому что ты мой брат. Мой брат. Сегодня я смотрел старые фотографии. На них мы маленькие. Бегаем, шалим. Тогда мы любили друг друга. Помнишь, как мы любили друг друга? А я помню, как мама звала нас пить молоко. А мы слезали с дерева и бежали по саду к дому. А наши друзья по школе. Мы защищались от них, когда они на нас нападали. И мы защищались вместе. Альдо, вместе! Что случилось? Я счастлив, что обрел семью. Ты не представляешь, как я хочу обрести брата. Такого брата, как в детстве. Альдо. Браду говорил с тобой от всего сердца. Тебе нечего ему сказать. Мелина! Что случилось? Подложите подушку. Не поворачивайся. Осторожно. Что случилось? Ренцо. Чаморро. Скажите охраннику, что в доме Ренцо Чаморро. Элена, отведи Матео в комнату. Закрой его на ключ. В доме преступник. Быстрее. Луиса, позвони доктору Родригесу. Успокойтесь, Хосефина. Я полагаю, ты довольна, мама. Что? Странно, что ты не предложила за это выпить. Что? 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 Челло, сеньор, налей мне виски. Хорошо. Роберто, ты еще молод. У тебя еще есть время, чтобы начать все заново. Даже если Альдо не ответит за убийство Виктории, он совершил столько преступлений, что все равно попадет в тюрьму. Мы думаем, что преступления остаются безнаказанными, но это неправда. Иногда расплата затягивается. Кажется, она никогда не наступит, но она приходит и в этой жизни Роберто. Дай Бог. Уверяю тебя, она придет. Роберто, я хочу, чтобы ты знал, я тебя очень любила. Я была бы рада, если бы ты был отцом Мораны. Ты был бы чудесным отцом. Ты всегда будешь моим прекрасным прекрасным воспоминанием. Одним из самых прекрасных в моей жизни. Чоло. Да. Ты мог бы с завтрашнего дня сам заниматься баром? Мелина подверглась жестокому избиению. У нее синяки по всему телу. Я сделал ей укол, чтобы сбить сонли.